Привет, с вами Чихонец. Сегодня поговорим об игре Path of Light and Shadow, Путь, Света и Тени. Автор игры Travis Chance и два его товарища, Ник Литтл и Джонатан Гилмор. Видео об играх Travis Chance, Ruination и Scandrous Society вы уже есть на моем канале. Еще один повод, почему я решил записать это видео. Сейчас на Kickstarter приходит компания на сбор средств для игры Forsaken, где автором также выступает Travis Chance. А с этой игрой у меня интересное отношение. Она была на Kickstarter 5 лет назад, но по разным причинам я не обратил на нее время. Во-первых, я небольшой фанат колодостроения, но спустя пару лет у меня была возможность играть в нее. И игра меня заинтриговала, и я стал смотреть на возможности приобрести ее. На тот момент доступных копий было маловато, и сто ли они довольно дороговато. Но скоро поползли слухи, что Stronghold Games собирается еще раз издать Path of Light and Shadow, и к тому же с дополнением. И в прошлом году прошла успешная кампания на Kickstarter, и вот год спустя моя копия у меня. Итог, эта игра объединяет в себе механики колодостроения. Хотя я бы не сказал, что это очень выражается. Больше там Hand Management, тоже есть контроль над территориями. Но идея объединить эти механики колодостроения и контроль над территориями не новая, недолго. Из-за этого Time of Underdark попытались реализовать это в таком более классическом способе. Кстати, с Тиранами я тоже был знаком перед этой игрой. Ну да, в принципе, игра нормальная, но как-то не очень зацепила. Не было такого вау-момента. Скажем так, все уже раньше где-то видел. Так что, если интересно, я могу тоже сделать обзор Тиранов Подземелья. Что касается Path of Light and Shadow, то почерк Трэвиса Чэнс весьма узнаваем. И сравнить с Ruination, например, Боевка, тоже акцент на разные треки. И также Трэвис Чэнс обычно уделяет внимание созданию мира, в котором проходят действия. В этой игре для четырех игроков мы выступаем в ролях лидеров, которые востранствуют по такому полуфантастическому средневековому миру. Лидер представлен вот такой фигурой. Этот мир состоит из 12 провинций или 8 провинций, если играть вдвоем. Каждая провинция принадлежит к одной из четырех областей. Есть горы, есть леса, есть долины и есть речная область, например, вот эта. А каждая провинция может быть по-разному развита. Могут быть, например, села, могут быть города, могут быть большие города. Некоторые провинции также имеют знак якоря. Отсюда можно отправиться в любую другую провинцию с таким же знаком. Это означает, что эта провинция имеет порт. Что касается вашей цели в игре, то, конечно, надо набрать больше всех очков влияния. Вы, как лидер, призываете людей из тех провинций, где вы находитесь, иногда насильно, после захвата территории. А также вы можете развить ваши свойства и, в целом, таким образом построить свое общество. На это все у вас есть 12 ходов. То есть за три года вам надо по-многому преуспеть. Игра проходит, в принципе, стандартно. Поочередно каждый игрок делает свой ход. И во время своего хода он может выбрать одно или несколько действий. Посмотрим на эти действия поближе. Каждый персонаж имеет два ресурса. Труд, молот и сила, меч. Одно из основных действий – это продвижение персонажа. Внизу карты имеется текст, который указывает на следующий уровень продвижения. Например, вот этого Steadfast Conscript. Можно обгрейдить на Steadfast Guard, то есть на эту карту. Соответственно, эту карту можно обгрейдить на Steadfast Captain, то есть на эту карту. То есть в левом нижнем углу указана стоимость для такой прокачки. В этом случае два мяча. А для прокачки капитана нужно уже шесть мячей. Ну, после этого, когда карта прокачана, она кладется под колоду соответствующей области, выбирается с игры, как в этом случае, если это карта стартовой руки. Почему игроки могут быть заинтересованы в таком действии? Ну, во-первых, это, как видите, более хорошие параметры этих ресурсов. Во-вторых, прокачанные карты дают тоже очки влияния в конце игры. Второй уровень обычно одну очко, а третий уровень уже четыре очка. Ну, и некоторые карты также имеют некоторые крутые свойства, ну, как, например, в этом случае. После продвижения новая карта попадает к сброшенным картам. И продвигать сможете только карты или с руки, или с вашего сброса. Но со временем тоже у вас появится много карт, и, как и в других колодострительных играх, вы захотите избавиться от менее полезных карт. И тогда, сыграв карты с руки, вы используете силу персонажа, выбираете карты с руки или с сброса, с такой силой, чтобы их сумма не превышала силу сыгранной карты. И положите эти карты, которые вы убрали, под соответствующим колодом, или убираете с игры, если это карта с статовой руки. За каждую таким образом убранную карту игрок получает одну очку жестокости. И тут самое время поговорить об этом треке. По ходу игры вам надо выбирать, каким лидером вы хотите быть, жестоким или милосердным. Чем дальше вы продвигаетесь по соответствующему треку, то есть или налево, или направо, тем больше у вас будет выгоды, если вы выбираете последователей из определенных групп людей. Ну, подробнее о различиях между этими разными группами я расскажу в следующем видео. Кстати, достигая 12, вы получаете место милосердия или жестокости, если это другой конец трека, одно очко влияния. Кстати, это не новая идея. В играх, где свою руку приложил Travis Chance, то же самое можно увидеть, например, в Reunition или Mezo. Что касается других действий, то труд игрок может использовать, если он строит структуры. У каждого игрока есть вот такой планшет, у всех он одинаковый, где он может развивать разные преимущества структур. Всего есть пять видов, четыре из них связаны с конкретной группой людей и одна структура, где можно использовать карты любых групп. То есть, чтобы построить структуру, игрок должен использовать хотя бы одну карту данной группы. То есть, игрок платит трудом, перемещает этот кубик на одну позицию вниз. Например, он должен сперва разблокировать свойства за четыре труда, потом он может за шесть и так далее. И предыдущие структуры также сохраняются и дальше. Кстати, эта идея уже была в другой игре Travis Chains'a Infamy. Еще один плюс. За каждую структуру в конце игры игрок также получает одно очковое влияние. И структуры четвертого уровня также дают дополнительные очки влияния. Другие действия игрок может переместить своего лидера в соседнюю провинцию, это один раз за ход. Напомню, что можно из порта в порт отправить также своего лидера. Еще одно действие, использовать действие, которое написано на карте персонажа. То есть, некоторые персонажи имеют конкретное действие, тогда вместо труда или силы вы используете это действие. Еще одно действие, которое игрок может использовать один раз за ход, если он выполнил условия конкретного союзника, то он получает этого союзника. И союзник потом кладется сюда и остается у игрока до конца игры. Другой игрок не может его отобрать. Ну, союзник обычно дает какой-нибудь приличный бонус или дополнительное свойство. Ну, это типа отдельная структура, плюс еще два победных очка в конце игры. И седьмое действие, это установление контроля на территории. Действие, оно также доступно игроку. Ну, контроль на территории важен, так как в конце каждого года, то есть три раза за игру, после четвертого, восьмого и двенадцатого хода, игроки получают очки за силу каждой провинции, плюс еще за контроль над областями, если игрок хотя бы контролирует две провинции одной области, как в этом случае зеленый игрок контролирует две провинции леса. Ну, подробности распределения очков Лиане описаны в кранце на планшете игрока. Захват провинции немножко отличается в зависимости от того, контролирует кто-то ее или нет. Если контролировать, то стоит флажок. Чтобы реализовать захват территории, игрок должен, во-первых, отправить туда своего лидера. Ну, например, зеленый игрок хочет захватить эту провинцию. Далее посмотрим на вариант сперва с незахваченной провинцией. Игрок тогда играет карту с руки, учитывается сила мечей. А карта с наибольшей силой заменяется на столько же кубиков. И после броска кубиков смотрим на результат. Конечно, до этого могут сработать некоторые эффекты или карт, или структур. И суммируем на всех мечей из сыгранных карт. Кроме этой, с наибольшей силой. Плюс еще сила мечей на кубиках. Если сумма равна или превышает количество блоков крепости, то тогда игрок захватывает эту провинцию и воздвигает там свой флаг. Если игрок захватил провинцию, например, красный игрок захватил бы эту провинцию, он бы потом взял бы две карты из этой колоды, две верхние карты из колоды в гор, и поместил бы эти карты в свой сброс. Но тематически лидер так проявил силу и порабощает местных людей. В конце смотрим, видны ли на кубиках вот такие символы взрыва. Если да, то игрок должен снести такое же количество блоков, только что занятые провинцией. Ну, тоже тематически понятно. То есть лидер атаковал, не считаясь разрушениями, и поэтому позже кто-то может из-за этого легче атаковать эту провинцию. Далее рассмотрим вариант конфликта между двумя игроками. В принципе, все проходит похоже, но есть отличия. Ну, во-первых, атакующий игрок играет свои карты закрыто, а защищающийся игрок может дополнительно тоже сыграть карт с руки, если на этих картах есть символ щита. И оба игрока одновременно потом бросают кубики. Опять смотрим, есть ли какие-нибудь модификаторы, в том числе перебрасывание кубиков. И потом сравниваем общую силу. Если сила атакующего равна или превышает силу крепости, плюс еще силу от карт и кубиков, защищающегося игрока, тогда он захватывает эту провинцию, заменяет флаг на свой. Также он берет эти две верхние карты с колоды данной области, и отправляет свой сброс. Если он не побеждает, тогда все остается, как было до этого. И насчет урона, символы взрыва на кубиках защитника сейчас направлены на карты атакующего игрока. Этот игрок теряет свои карты с такой силой, которая равна сумме символа взрыва. Но атакующий игрок наносит урон крепости, если есть у него кубики со символом взрыва. В конце своего хода, после того, как игрок сыграл все свои карты, он берет одну или две карты с колоды, с той провинции, где находится его лидер, и помещает эти карты к своим сброшенным картам. Если он берет две карты, тогда он получает также одну милосердность. И тогда игрок сбрасывает все свои сыгранные карты и берет новые пять карт со своей колодой, и ход переходит к другому игроку. Ну, про награждение в конце каждого года и в конце игры я уже говорил. Почему мне нравится Passive Light and Shadow? С одной стороны, 12 ходов — это не так-то много, но все равно все не успеешь сделать. Например, построить много структур, поэтому надо выбирать приоритеты. Игра играется нормально даже вдвоем, хотя я предпочитаю играть вторым или серым. Игра тоже будет длиться, ну, где-то два-два с половиной часа, иногда и больше, если вы играете, ну, первый раз. Первые годы еще будет проходить довольно бодро, но когда у вас будет много карт и построены структуры, то может уйти много времени для принятия решений. Ну, поэтому идеально, если вы уже планируете свой ход во время хода других игроков, ну, иногда это вам не поможет, если кто-то задумал напасть на вашу провинцию. А также мне нравится боевка в этой игре. Похоже, мы уже видели в Ruination, то есть можно нередко использовать много карт, чтобы плюс-минус быть уверенным, что ты захватишь незахваченную провинцию. Но также можно не рисковать и надеяться, что кубики выпадут с нормальным результатом. А также часто надо угадывать, какие карты символом щита могут сыграть противники, но особенно во время последнего года бои получатся эпичными. Например, защитник сыграет вот такую, например, карту с четырьмя мячами и могут быть плюс еще другие карты. Так что боевка – это такая интересная смесь результатов на кубиках, плюс еще результаты от карт. Ну, то есть немного рандома и немного определенности. Да и в целом для Area Control все это смотрится немножко странновато, только есть одна фигура игрока, но все-таки это все вместе нормально работает. Но самая интересная часть – это прокачка персонажа. В этом отношении Passive Light of Shadow отличается от других колодостроительных игр. Здесь нет обычного рынка карт, но есть одна конкретная ветка развития, где борьба за последний третий уровень, где только одна конкретная карта, это часто бывает серьезная. Да и получение новых персонажей тоже весьма ординарно решено. В конкретной области живут только конкретные группы, только три каждая. И на карте указаны, какие именно. То есть вы можете рассчитывать плюс-минус, что вы можете получить, но что конкретно вы получите, это, конечно, будет сюрпризом. Так что свою стратегию, особенно в первой половине игры, придется иногда вам подкорректировать в зависимости от того, что вы получите. Это также связано с выбором быть жестоким или милосердным. Особенно поощряются те, которые уверенно следуют одному или другому пути. От этого, кстати, и название Passive Light of Shadow. Ну, за это, кстати, некоторые игроки тоже критиковали авторов, потому что не хватает как бы третьего пути. И эта проблема была решена с помощью дополнения, о котором я расскажу в отдельном видео. Но в целом, каждую карту персонажа можно использовать для несколько целей. То есть применение всегда найдется. Из практических минусов можно отметить то, что постоянно надо рыться о своем сбросе. А также часто надо поднимать вот эти колоды и внизу надо положить карты после апгрейда. А следующее видео я посвящу картам и структурам, как именно они влияют на игру. Спасибо за внимание. Увидимся в другой раз. Субтитры создавал DimaTorzok